то шаман говорит нормальная попалась автор маститы умелый стал капитана харлока который тут в эпизодах появляется крейсер ямато о том и другом наслышан прям хороший писатель в жанре научной фантастики и ланхоличной космооперы а еще он написал грёбаного айдо на четыре с половиной татами жареных запресневелых покрытых грибами трусов так или иначе приветствую на канале это тимы галактический экспресс 999 мир далекое будущее человечество уже освоила космос и элита живет бессмертных металлических телах мать главного героя тут же убивает некий мех граф развлечения ради как трофей жизни так было не сладкой маленький пацан почти умер но его спасает таинственная девушка дающая герою билет на галактический экспресс 999 в конечной точке которого можно получить бесплатное металлическое тело до девушка которая просит взять ее с собой и все дает очень ценный билет не куплю неподозрительно и потом тут же берет ствол разносит к чертовой матери мех графа его приспешников стоп что это быстро а так можно ладно видимо так в принципе можно предположить что сюжет пойдет по такому классическому пути и род муви ну род манги гг будет путешествовать на поезде с девушкой чье происхождение само собой уникально концы поймет что металлическое тело не выбор по дороге узнавая все больше и больше вселенной сталкиваясь с различными конфликтами и удивительными вещами ну знаете как сказать что спортивной драме главный герой будет идти вперед потом переживет травму преодолеет ее и да будет идти вперед дальше ухты как уникально выглядит мало конечно но на старое так что какие вопросы плюс минус какая дон у многие женщины похожи друг на друга ну такое в целом а главный герой мутанты видимо видимо так или автор криворукий потом потому что что вообще такое с глазами конечно можно все списать на возраст произведения на то что ой мангак и должен был очень быстро работать и вообще про стиль такой рукожопой стиль я вот уже потрясающе рисую просто просто вы мой стиль не понимаете он такой для очень особенных людей могучих осознать всю его глубину великолепия еще одна женщина с той же моделькой автор даже не старается и таких тут хватает а может а может у него лицевая слепота на женщин или же он видит во всех тень своей прежней любви или насрать чудес коим к последнему вот скольный паровоз растекающий космос это это стильно как по мне кстати основана на инопланетных технологиях атмосфера упадка депрессуки и все те люди потерявшие тела из плоти и крови мечтавшие о бессмертие теперь снова хотят стать обычными и вроде хорошо и вроде неплохо некоторые вещи просто происходит и думаешь а вот зачем в чем смысл например из ниоткуда лжи главные герои которые хотят свалить на поезде кто они откуда почему выглядит похоже до забейте появились на пространстве исчезли такого полно стоп это это же буквально айдон но смысла нет ладно ладно просто отсылка и да снова чертовы трусы однако чего не отнять у данной манги так это разнообразие остановок у экспресса действительно бесчисленная палитра мир и уникальные зачастую следует какой-то одной идеи и чувствуешь вайбы стартрека или первого сериала по звездным вратам хотя там надо признать мир и менее уникальны были и интересны мы проблем на самом деле тоже хватает например начали говорят надо вписать имя в билет иначе будут проблемы он безымянный потому кто угодно может воспользоваться а после дней ими можно переписать в легкую как-то не знаю возможно это не нарушает правила придуманные автором чуть ранее не знаю звучит не очень и так главный герой которому сколько лет 10 художественным стилем автора непонятно у него и дон черта мякого возраста понимаешь кстати эггэ выглядит постарше и не так безбожно в сратах вполне прилично это герой западает на свою таинственную спутницу а то по ходу истории на него когда самом финале бросает и просто идет дальше собственно из раза в разном показывают что металлические тела мусор бесполезны что так называемое бессмертие вообще ничего не стоит в виде бесполезности убогость металлических тел главный герой все равно такое точно хочу себе металлическое тело хотя это мусор но и что окей девушка оказывается дочкой злой механической императрицы которая представляет из себя голову с одной стороны йога с другой стороны голова ее дочки и ладно выглядит безумно не буду понять как это работает а герою то изначально героиня помогала потому что тот отличная деталь для механизма планеты буквально винтик буквально винтик он не мог выбрать себе тело поэтому ему выбрали винт стоп а если бы он смог выбрать себе тело тогда весь этот план попутался бы или висит выбор тела на самом деле обманка знаю так или иначе зло в итоге повержено девушка отправляется на поезде куда-то а герой снова остается один сам по себе в обычном теле встретиться они снова или нет непонятно скорее всего девушка будет другом теле его буквально была внутри трупа убитой матери героя и и тут может них я так порассуждать и бы диповом комплексе фильм прям штук странная смесь нескольких выпусков манги убийца матери теперь важный персонаж такой себе аниме несколько затянуто ибо на 100 выпусков 100 с лишним эпизодов перебор есть сиквел и приквел и даже сюжетка странного фильма продолжается вступая в еще большее противоречие с каноном но это именно эта манга неплохо да многие вещи странные устарела все и вся новом на голову выше какого-нибудь мазингера прям значительно как как по мне затянуто несколько ибо одна и та же идея повторяется из выпуска в выпуск номера и разнообразные как истории происходящие у них принципе можно ознакомиться но можно и пропустить полной спокойно на этом пожалуй у меня все подписывайтесь на канал и пусть и спасибо за внимание и пока